Это программа «Чистый Татарстан» и мы говорим о том, как важно беречь окружающий мир, о том, как в республике ведется учет и контроль отходов первого и второго классов опасности. Обсудим сегодня. Здравствуйте, с вами Лилия Малюкова. В гостях нашей студии начальник отдела по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и потребления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Рустем Богданов. Здравствуйте, Рустем Азатович. Рустем Азатович, в процессе масштабной реформы по обращению с отходами в стране была запущена система по их учету и контролю, а именно за отходами первого и второго классов опасности. Давайте для начала мы поговорим об этой системе, но для начала зрителям расскажем, что это за отходы, которые относятся к данной категории. Всего существует пять классов опасности отходов производства и потребления, из которых самыми опасными являются как раз первый и второй класс опасности. Пятый класс опасности – это практически не опасные отходы. Если говорить вот так вот на бытовом уровне, то есть те отходы, с которыми у нас население чаще всего сталкивается в быту, то первый класс опасности – это ртутные лампы, например. Если второй класс опасности, то это отработанные химические источники токов, то есть те батарейки, которые мы используем в пультах, допустим, для телевизоров, для кондиционеров, ну и так далее. Вот эти отходы чаще всего как раз и образуются у жителей в составе твердых коммунальных отходов. Но помимо этих отходов у нас имеется большой перечень отходов первого и второго классов опасности, которые образуются в промышленности. Это могут быть стойкие органические загрязнители различные, такие как, допустим, трансформаторные масла. В их состав входят полихлорированные бифенилы. Это очень чрезвычайно опасные вещества для окружающей среды. Также к отходам первого и второго классов опасности могут относиться неорганические отходы, неорганической природы. Ну, например, гальванические шламы. Гальваника – это технологический процесс, который применяется на многих предприятиях машиностроительного профиля. Поэтому образуются там часто гальваношламы, содержащие тяжелые металлы. Это тоже все отходы, которые относятся к первому и второму классам опасности. – Строительные отходы не относятся к этой категории? – Нет, строительные отходы не относятся, но в составе строительных отходов, опять же, могут присутствовать отходы первого и второго классов опасности. В целом, вообще, если говорить по количеству образующихся отходов, вот этих вот, о которых мы говорим… – Вот сколько в год, да? – Да, их в общей массе образующихся в республике отходов не так-то уж и много. Но если вот мы говорим про республику Татарстан, то где-то у нас порядка 10 миллионов тонн отходов образуются в республике, из которых… – Это не так много, как вы говорите? – Нет, мы говорим про отходы вообще. 10 миллионов тонн отходов образуют в целом, да. Из которых только, допустим, отходы животноводства могут достигать в отдельные годы 6 миллионов тонн. Только отходы животноводства. Это тот же куриный помёд, навоз, значит, сельскохозяйственных животных. Вот. Если мы говорим об отходах твёрдых коммунальных, то из этих 10 миллионов тонн это порядка 1,6 миллиона тонн. Вот. А если мы говорим там о медицинских отходах, ну, это порядка 25 тысяч тонн. Это тоже совсем небольшое количество. А вот если уже говорим об отходах первого, второго классов опасности, ну, первого класса опасности эта цифра скачет очень сильно по годам. В одни годы может образовываться больше, в другие годы меньше, ну, где-то примерно до 1000 тонн в год. Если отходы второго класса опасности, класса опасности, то это где-то до 5000 тонн в год. Вот. Примерно такие количества. То есть отходов этих вот образуется очень мало в общем объёме, но они представляют чрезвычайную опасность для окружающей среды. То есть их нужно утилизировать. И в прошлом году в Татарстане, мы знаем, была запущена система, тестирование системы по их учёту и контролю. Вот как прошла опрадьбация, или она ещё идёт? Да, но хотелось бы ещё всё-таки перед этим остановиться действительно на том, в чём же заключается опасность вот этих отходов для окружающей среды. Это немаловажно. Ну, во-первых, потому что данные отходы, они чрезвычайно токсичны. То есть уже низкие концентрации их в окружающей среде вызывают токсический эффект. Эти отходы очень персистентны, то есть они долго сохраняются в окружающей среде. Они способны видоизменяться в окружающей среде, то есть становиться ещё более опасными. Ну, допустим, ртуть может метилироваться, получается метилортуть, которая может вызывать ту же самую известную болезнь миномата. То есть они, попадая в окружающую среду, могут становиться ещё более токсичными. И способность их мигрировать по пищевым цепям и проявлять так называемый кумулятивный эффект, то есть накапливаться на верхних трофических уровнях пищевых цепей. Они накапливаются, и там концентрации их на порядке превышают те концентрации. Передаваться человеку можно, получается? Конечно, конечно. И конечным звеном пищевой цепи вполне вероятно является человек, и поэтому они могут передаваться человеку. Поэтому вот в этом как раз их опасность. Поэтому их и нужно утилизировать. Давайте перейдём, как прошло тестирование данной системы. Вот для того, чтобы навести порядок при обращении с данными отходами, в стране, в Российской Федерации запущена реформа обращения с отходами первого-второго класса опасности. Одним из элементов важных этой системы, этой реформы, является система учёта и контроля образования, движения отходов первого-второго класса опасности. Такая система разработана. Разработчик этой ГИС, геоинформационной системы, это компания «Большая Тройка» из Москвы. Заказчиком этой геоинформационной системы является в ГУПФЭО, федеральный экологический оператор, который вот, это бывшая Росрау, так называемая в структуре Росатома. Ну вот, отдельным распоряжением правительства было переименование, теперь они называются Федеральное государственное унитарное предприятие, российский экологический оператор. Вот эта геоинформационная система, она призвана сделать систему обращения с отходами первого-второго класса опасности более прозрачной, чтобы были видны все звенья технологической цепочки жизненного цикла. Откуда уходят отходы и куда они доставляются? Куда они приходят, что с ними в итоге становится, не идут ли они куда-то налево, не сваливаются ли во враги, не... Не образуют ли, не санкционированы. Да, да, да. Значит, эта система, действительно, у нее очень большой функционал. Помимо всего прочего, она вот в себе содержит весь реестр образователей этих отходов, весь реестр операторов, которые имеют право на основании лицензии на соответствующую деятельность, осуществлять деятельность по обращению с этими отходами. Там есть модули аналитики, подготовки, допустим, сводных отчетов, там есть модули автоматического заключения договоров, причем на конкурсной основе. Из этого становится, во-первых, удобный очень инструмент для самих участников рынка, потому что все это заключается в электронной форме, все это прозрачно, как говорится, все это справедливо, будем так говорить. Ну и получается так, что очень высокая степень защищенности получается при создании, допустим, при организации такой технологической операции, как транспортирование этих отходов. Эти отходы, поскольку они очень опасны, к ним предъявляются особые требования для транспортирования, для упаковки в тару. Так вот, каждый элемент тары при этой системе, он маркируется отдельным QR-кодом. Этот QR-код считывается мобильным приложением водителя и отправляется на центральный сервис. Это обязательное требование, наверное, да? Это обязательное требование, да. Поэтому всегда, когда осуществляется транспортирование вот этих отходов, оно становится прозрачным и для надзорных органов, и для самого федерального экологического оператора, который, собственно говоря, отвечает за всю эту деятельность, он в любой момент может понять, куда транспортируется та или иная партия отходов, образованных там-то и там-то, и где конечная цепочка. И самое главное, эта система, она очень, так сказать, геоинформационная система, очень уважительно относится к самому образователю этих отходов. Вот почему. Вот посмотрите, какая здесь получается, какой порядок работы. Промышленное предприятие, являющееся образователем этих отходов, значит, подает заявку на обеспечение работы с этими отходами, размещает ее в системе, в этой геоинформационной системе. Федеральный экологический оператор на конкурсной основе, значит, проводит определенные конкурсные процедуры, определяет победителей и заключает договор с этим победителем на транспортирование, на утилизацию или на обезвреживание этих отходов, принимает эти работы у оператора, который осуществляет утилизацию или обезвреживание этих отходов и по завершении всей этой работы сдаёт работы, сдаёт работы самому образователю отходов. То есть здесь не получается так, отходы образовались, кто-то кому-то отдал и дальше не видит результатов, что с этими отходами стало. Конкретно образователь видит, куда были доставлены его отходы, кто их перерабатывал, имеется ли у него лицензия. То есть видно всё, система прозрачна, вы говорите. Видно всё, да. Да, но вот как была тогда раньше выстроена система, ведь контролирующие органы не бездействовали. Раньше была, да и до сих пор существует, система федерального статистического наблюдения по форме 2ТП-отхода, но в эту систему те предприятия, которые осуществляют хозяйственную деятельность, подавали соответствующую информацию раз в год, формировалась заключительная итоговая отчётность по данной системе. У нас очень большое количество субъектов хозяйственной деятельности, и, конечно, проверить, верифицировать как-то достоверность поданных сведений не предоставлялась возможным, и вот, соответственно, в системе Росприроднодзора формировалась эта отчётность, из которой, по сути дела, было и видно, сколько отходов образовалось в этом году, сколько отходов перешло с прошлого года, сколько утилизировано, допустим, в собственном производстве, сколько передано сторонним организациям, ну и так далее. По сути дела, система, она нужна в целом для того, чтобы определять, всё-таки в каком количестве образуются отходы. Но, учитывая, что система не имела такого модуля, как заключение договоров, то есть не выходила на какие-то коммерческие контракты, не выходила на бухгалтерию, по которой, собственно говоря, вы понимаете, что если это выходит на оказание услуги, за которую кто-то платит, а кто-то получает, значит, здесь ожидать как-то, ну, такой достоверной информации, надёжности в этом особо не было. Тем более, допустим, вот те предприятия, которые подавали эту отчётность, ведь эта отчётность, так или иначе, она связана, в том числе, и с платой за негативные воздействия на окружающую среду. Возникает соблазн занизить конкретные цифры, чтобы меньше платить плату за негативные воздействия на окружающую среду. Так вот, прозрачность этой системы значительно выше. А какие предприятия участвовали в данной системе? Их несколько было? Значит, Республика Татарстан активно приняла участие одним из первых субъектов Российской Федерации в тестировании этой системы. Ну, вот эта работа между федеральным экологическим оператором и конкретными участниками рынка, она строилась через наше министерство. То есть мы помогали доводить до сведений хозяйственных субъектов инициативы, так сказать, федерального экологического оператора. И у нас к этой системе подключились в тестовом режиме в 2020 году 19 промышленных предприятий. То есть Республика Татарстан очень активно приняла участие в тестировании этой системы. Разработчик доволен? Разработчик доволен, да. Система работает? Да, система работает. Вообще-то, откровенно говоря, разработчик сказал, что по результатам того тестового периода, который уже состоялся, есть намерение, совместно уже с федеральным экологическим оператором, они эту тему обсуждали, запустить эту информационную систему в промышленную эксплуатацию уже в ноябре текущего года. То есть уже не тестирование будет системы, а уже она будет работать. Вывести ее из тестового режима и запустить действительно масштабное применение этой информационной системы. Я бы хотел еще отметить один положительный момент во всей этой ГИС. Ведь это средство, очень мощное средство внутри отраслевой кооперации участников рынка. То есть когда есть хорошая внутриотраслевая кооперация, когда все участники рынка очень хорошо осведомлены о партнерах, о перспективных, потенциальных партнерах по бизнесу, у нас этим снимаются очень многие предпосылки для работы, допустим, с этими отходами по так называемым CRM-схему. То есть исключаются очень многие условия для того, чтобы эти отходы у нас где-то нелегально, там, по ночам свозились, сбрасывали во враги и так далее. Коррупционная составляющая тоже иссякается? Ну и коррупционная составляющая. Самое главное ведь наличие информации, полной, достоверной информации, всеобъемлющей, оно создает как раз условия для того, чтобы работать в белую, а не по серым схемам. И наличие вот этой конкуренции, которая как раз обеспечивается применением этого сервиса, когда все операторы, которым могут предоставлять эти услуги, и причем операторы лицензированные, они все видны в этой системе, они все предлагают свои услуги. Поэтому, конечно, мы ожидаем большого положительного эффекта от промышленного внедрения этой системы. Ну вот система удобна в применении, и перспективы – это запуск с ноября, да, вы говорите? Да, пока есть такое желание запустить ее в ноябре. И если ничто не поменяется, то можно рассчитывать, надеяться на то, что в промышленном масштабе с ноября месяца уже начнет работать. Да, большая работа проводится министерством Росома Задовича, и хотелось бы также спросить вас про экологическое просвещение в части обращения с отходами. Это же очень актуально сейчас, но я предлагаю посмотреть сначала видеоролик, который создан вашим ведомством. Посмотрим, и после уже отлично. Хорошо. Друзья, вот вы покушали и в доме убрались. Мусор собрали, а сами собрались. Сейчас проведем экскурсию, друзья, на заводе по переработке мусора. Пластик отдельно, картон отдельно, даже радуга есть. Бутылки по цветам разложим параллельно, или красота запредельная. Мы за экологию и будущее светлое, стараемся, работаем, уж скоро вы заметите, что всюду чистота и дышится легче. Сейчас сюда-сюда, и мир накроет свежестью. Девять миллионов КГ каждый месяц ошалеет, и тут же хочется задать вопрос, что же происходит, куда отходы делись? Это очевидно, ответ прост. По второму кругу хозяйство на продажу, на переработку для одежды новой даже. Все идет на пользу планеты и природы, для этого в Казани есть завод годный. Короче, все офигенно, теперь мы в теме. Короли мусора в Казани все сделают непременно. Будьте спокойны и довольны. Работаем для вас, для чистоты природной. Руслан Анатольевич, видно, что вы доводите до ваших граждан разными путями, да, и видеороликами. Что еще делается в части вот именно экологического просвещения по обращению с отходами? Вот смотрите, значит, есть такое понятие экологическое образование. Оно, собственно говоря, два блока в себе содержит. С одной стороны, это экологическое просвещение, это получение специальных каких-то новых знаний в той или иной сфере, а другое экологическое воспитание. Поэтому не может быть экологического образования полноценного, если вот один из этих модулей отсутствует. То есть экологическое просвещение и экологическое воспитание, они должны присутствовать всегда рядышком. Только тогда получается в комплексе, в блоке, получается положительный, хороший результат. Но министерство действительно проводит большую работу в области экологического образования, проведения различных акций, в том числе... Экологические уроки в школах тоже. Экологические уроки в школах, я сейчас просто затрудняюсь даже назвать, какое количество. Их очень много, очень много. Скоро 1 сентября, и опять начнутся в очередной раз. Каждый год мы эту работу форсируем. Но вот, допустим, с точки зрения и экологического образования, и экологического просвещения, можно здесь выделить совместную работу, допустим, от нашего министерства с Дюраселла Раша. Было заключено ведь отдельное соглашение по сбору отработанных химических источников тока, кстати, второй класс опасности. Было заключено это соглашение, и вот по результатам совместной работы с Дюраселла Раша, в которой были, собственно говоря, задействованы все общеобразовательные средние школы Республики Татарстан, практически все, было собрано 73 тонны батареек, 73 тонны, которые не попали на наши полигоны, которые были специализированным транспортом доставлены в Челябинск, и на специализированном предприятии безопасно для окружающей среды утилизированы. То есть из них извлечены те компоненты, которые могут найти вторую жизнь, они и нашли эту вторую жизнь. Школьники активно принимали участие в этом, они получали соответствующее знание, потому что эта акция сопровождалась соответствующими также... Ну это и есть экологическое воспитание уже, раздельный сбор. Да, сбор это уже воспитание, а помимо этого еще проводились дополнительные акции в области именно экологического просвещения, то есть поэтому вот данный пример можно перевести как особо положительный. Есть такие же соглашения с Кока-Колой, есть большое количество акций, которые направлены на популяризацию раздельного сбора, допустим, есть общественные организации, будет чистое, которые вот... Субботники организуют, да? И субботники, да, и субботники организуют, и большая работа проводится в высших учебных заведениях, там акции «Разделяй с нами» и так далее. То есть когда студенты высших учебных заведений также получают в этой области возможности осуществлять раздельный сбор, приобщаться к этой культуре, вот, и, соответственно, получают определенные знания. Но я просто хотел бы немножко на этой теме еще так же остановиться. Здесь ожидать каких-то вот уж очень таких быстрых результатов в изменении общественного сознания не приходится. Вот давайте посмотрим на опыт западных стран, наиболее передовых в этой части, ну, таких как Германия. В Германии сейчас уже свыше 60% отходов перерабатывается и находят вторую жизнь. Вот. Так вот, Германия систему раздельного сбора внедряла 30 лет. То есть это в условиях Германии. Поэтому... Ну и мы когда-нибудь к этому придем, Руслан Мазач? Ну, мы приходим уже к этому. У нас уже в городе Казани 71% контейнерных площадок оборудованы под раздельный сбор отходов. Просто эту работу нельзя вот так вот прекращать, надо ее вести постоянно, настойчиво. И будет, придет время, когда раздельный сбор войдет в нашу культуру как такая же абсолютно понятная вещь, без которой жить нельзя. Спасибо вам большое, Руслан Мазач, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы будем прощаться. Спасибо, что уделили время. Пожалуйста. До свидания. Вы смотрели программу «Чистый Татарстан». Воспитывайте в себе бережные отношения к окружающей среде. С вами была Лилия Малюкова. Увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин